Что же считать за выручку? Себестоимость. Здесь все просто. Прочие доходы, прочие расходы. Что это значит? Что у нас с вами входит в операционные расходы? Что такое валовая прибыль? Мы с вами дошли до чистой прибыли. Осталось только два момента. Посчитать налог и саму чистую прибыль. Привет, меня зовут Анастасия. Я рассказываю о маркетплейсах. И сегодня мы с вами поговорим о выручке, о прибыли, операционной, валовой, чистой. Поговорим об этом и разберемся, откуда она берется. Будет сложно, но очень интересно. Моя любимая история про то, что я сейчас прохожу курс по инвестированию и очень многое из него беру для работы с маркетплейсами, для работы со своим бизнесом. Что это значит? Там очень большое количество терминов, очень большое количество примеров, как оценивать бизнес. И это нам с вами очень важно, вне зависимости от того, что у вас. Своё производство, перекупка, маркетплейсы, магазин. Вы должны понимать, и разбираться в терминах, разбираться в своем бизнесе. Вы сейчас на экране видите перечень, большой перечень, возможно, непонятных, неизвестных для вас определений. А возможно, вы их знаете, но не знаете точное значение. И мы с вами в течение этого видео в них разберемся подробно на примерах, простыми словами, чтобы у вас было понимание, что это такое, как это считать. Сразу хочу сказать, считается это просто, понимается это просто. Просто мы с вами, в университете, на это не обращали внимание. А это очень и очень важно. Давайте начнем с первых трех. Выручка, себестоимость и валовая прибыль. Касательно маркетплейсов, я долгое время думала, когда готовилась к этому видео, что же считать за выручку. Ту сумму, на которой вы продали на маркетплейсах или ту сумму, которая идет к перечислению. Я решила, что проще все-таки брать сумму к перечислению, потому что это именно тот оборот, который вы и получаете. Да, конечно, мы налог с вами платим именно с суммы продаж, но давайте мы обусловимся так, что в рамках нашей работы именно с маркетплейсами выручка будет та сумма, которая к вам переходит на расчетный счет. Себестоимость здесь все просто. Это то, сколько вы потратили на свой товар, либо на производство товара. Смотрите, в себестоимость не входит реклама, работа менеджера по личному кабинету. Нет, туда именно входят материалы на товар, его производство, упаковка, потому что это тоже является частью самого товара. Все остальные расходы не входят в себестоимость. Транспортировка тоже не входит в себестоимость. Это только те деньги, которые потрачены на само производство, чтобы получить эту единицу продукции и упаковать, чтобы вот тот готовый вид, который мы отправляем на маркетплейс, который мы продаем, был готов. Себестоимость именно эта. Так вот, валовая прибыль, валовая прибыль, это выручка минус себестоимость. То есть вы продали, получили к перечислению, вычли себестоимость, получили валовую прибыль. Вот так вот просто. Я надеюсь, вы запомните, что такое валовая прибыль. И давайте перейдем с вами к следующим определениям. Теперь мы с вами перейдем от валовой прибыли к операционной. Вот как раз в операционной прибыли и рассчитываются расходы на менеджера, на рекламу и так далее. Давайте определим, что же это такое. Операционная прибыль, это валовая прибыль минус операционные расходы. Что у нас с вами входит в операционные расходы? Это коммерческие плюс административные. И в данном случае коммерческие, это, например, продвижение. Вот я запустила рекламу, потратила на это 5000 рублей. Это будут коммерческие. Административные — это уже расходы на людей, так скажем. То есть работа менеджера, работа маркетолога, работа, возможно, грузчика — это уже ваши административные расходы. Они не входят в себестоимость, они не входят в коммерческие. То есть коммерческие — это больше услуги, административные — это оплата людям. Я надеюсь, вы уже начали немножечко считать эти основные параметры. на своем бизнесе в рамках маркетплейсов или не маркетплейсов. Но у меня к вам есть вопрос. Так как я привела небольшое количество примеров коммерческих и административных расходов, напишите в комментариях, как вы думаете, что еще относится к коммерческим и административным. Мы вместе с вами порассуждаем, так это или не так. Я думаю, это для всех будет полезно расширить свой кругозор, потому что с этим именно в рамках маркетплейса не всегда понятно и пока неизвестно, как это использовать. Поэтому пишите в комментариях, будем с вами вместе разбираться. Так вот, у нас с вами операционная прибыль — это валовая прибыль минус операционные расходы. Ну то есть получается выручка минус себестоимость и минус затраты на продвижение, на работу в личном кабинете и так далее. Вот это и будет нашей операционной прибыли. Но это еще не чистая прибыль. И я хочу сразу заметить вам, что вот это видео также будет у нас на курсе, который стартует уже в ближайшее время. Ссылка на него есть в описании. И к этому видео у них будет домашняя работа. У вас нет, вы смотрите видео, конспектируете, разбираетесь самостоятельно, да, а на курсе будет домашняя работа, которую мы будем проверять. Итак, давайте идем с вами дальше к следующим показателям. Мы пока с вами не дошли до чистой прибыли, я предлагаю вам посмотреть на ту табличку, которая есть у меня. Она простая, в ней все рассчитывается. Просто введите свои данные, как всегда. Если хотите ее, ну можете и сами сделать, но если вдруг хотите сразу получать, пишите в комментариях. И я думаю, в телеграм-канале я ее размещу. Но на телеграм-канал нужно подписаться. Мы уже почти с вами на финише. Я предлагаю вам дойти до параметра прибыль до налогообложения. И тут нам нужно с вами рассчитать еще два значения. Прочие доходы, прочие расходы. Что это значит? Значит, не относятся к вашей основной деятельности. Если вы считаете вашу основную деятельность, это непосредственно продажи на маркетплейсах, то, например, если вам поступил от кого-то оптовый заказ, и вы там одному человеку сделали оптовую продажу, произвели либо перекупку, ну как там вы сделали, неизвестно, это будут ваши прочие доходы. А если вы вдруг недобросовестны, у вас нет документов, к вам пришел Роспотребнадзор и сказал, где декларации, декларации нет, и дал вам штраф, то это будут ваши прочие расходы. Так вот, прибыль до налогообложения – это операционная прибыль плюс прочие доходы и минус прочие расходы. Мы с вами дошли до чистой прибыли, и осталось только два момента – посчитать налог и саму чистую прибыль. Здесь очень важный момент, так как мы в качестве выручки с вами в рамках этого видео решили, что выручка – это сумма к перечислению на маркетплейсах, но неправильно считать налог с этой суммы, потому что налог считается с суммы продаж. Итак, для того, чтобы нам с вами правильно рассчитать ваш налог, нужно именно сумму продаж на маркетплейсах, прибавить прочие доходы и умножить на 7%. Если мы берем УСН упрощенку 6% дохода, то в среднем мы берем 7%, потому что там еще сверх 300 тысяч, либо пенсионный взнос. В общем, берем 7%, умножаем это на сумму прочих доходов и сумму продаж на маркетплейс, и получаем наш налог. И далее мы дошли до чистой прибыли. Чистая прибыль у нас с вами получается – это прибыль до налогообложения минус сам налог, тот самый налог, который мы с вами посчитали. И все, вот наша с вами чистая прибыль. Конечно, такие показатели лучше считать как минимум за месяц. В принципе, я вот так вот и рассчитываю свои показатели за месяц, и могу потом в совокупности по месяцам посмотреть и за год. Если у вас остались вопросы, либо если вы считаете, что я в чем-то не права, я с удовольствием прочитаю ваши комментарии, внесу изменения, и мы с вами пересмотрим это видео. Потому что сразу хочу сказать, у меня тоже с точки зрения вот такого бизнеса есть вопросы. Ну, есть вопросы к расчетам, да, непосредственно к терминологии. Это, возможно, есть, да, и я с удовольствием исправлю свое мнение, если оно неправильно. Поэтому пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо большое, что смотрели это видео. Я уверена, оно было полезным, интересным, познавательным, как и всегда. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте, ссылка на курс есть в описании и на все остальные мои каналы. Телеграм, Инстаграм, Яндекс.Зен, ну и непосредственно Ютуб. Все, большое вам спасибо. Не забудьте посчитать эти показатели.